Вот правоохранительные органы, мы стоим здесь, общаемся, они подходит, нет, а нарушений нет, что они приходят и начинают нас... А то, что вот обкружили вот это вот, смотрите, сколько человек обкружили вот этот площадь. Вы сами прекрасно понимаете нашу политическую ситуацию. А какая политическая ситуация? Вы с какой еще раз повторите? Амнистика интернешнл. Как вас зовут? Тимур. Я вообще сам осужден по 45-й статье. Ну вы теперь работаете на кого раз осуждены? Под чим колпаком? Нет, нет. Ну пока не трогаются, не знаю. Именем закона не говорят, чтобы я ушел. Каких-либо там действий с этой стороны не наблюдают, пока не здесь все. Вас таких знаете очень много, которые гражданские активисты вот просто ходят, а есть, которые в погонах ходят, патриоты. Да, патриоты Назарбаева или патриоты страны? У которых дети и внуки растут. Они их любят, но они за их будущее не думают, потому что они живут одним днем. Вы действительно патриоты Назарбаева или патриоты страны? Все прекрасно понимают, можно и поможут. А? Народу присягали? Тогда вы должны защищать народ, а не Назарбаева. Основным источником власти кто является? Народу, охрана общества. Да, хорошо. А что мы нарушаем? Хорошо, охрана, это прекрасно. Что-либо нарушает? Нет, ну вы подожди, спрашивайте, а что вы собирались? Да, вы выяснили, что никакого беспорядка нет, можете идти, правильно? Нет, нет. Да, вот я поэтому и предлагаю вам идти дальше, смотреть. Можете спокойно отчитаться, здесь все абсолютно мирно, никто никого не трогает, это наше конституционное право. Общественный порядок мы не нарушаем, не социальный. И, конечно, вы выполняете свой долг, но как выполняют свой долг люди? Они или выполняют свой долг, они просто как стоп охрана порядка, и они эмоционально вкладываются, поддерживают вот этот режим. Дело в том, что вы, ваши представители силовых служб, вы слишком личностно воспринимаете это все. То есть, получается, вы с какой-то ненавистью кидаетесь на людей. Почему вы это делаете? Почему? Ваша работа это просто выполнить свой долг. Все, безэмоционально, без каких-либо... Главное, не забудьте, завтра, да? Дождь, понедельце, с вас всем придется. Показывай мне, как, как... Как, как, как... Вот молодой человек, он, ладно, еще не понимает в этой жизни, что почем. Допустим, да? Пока разберется, да, время. Да, пока он просто вот работает и все. И, значит, его послали сюда, а вот он идет. Вы уже человек в возрасте, вы уже должны понимать, Конечно, вы не уволитесь сейчас с милицией, правильно? Вы скажете, мне надо семью кормить и все такое. Но вы просто можете это делать без какого-то рвения, вот этого рабского рвения. Работать как будто вы как рабы, работающие на хозяина. Нет, 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 это не похоже, это не похоже. Вы личностно относитесь. Понимаете? Просто вам, у вас должна, или вы сами должны пересмотреть свое отношение, я не знаю. Или ситуация так сложится, что вам просто придется это все делать уже под давлением, под напором. Самой жизни. Жизнь меняется. И завтра, завтра, вот я говорю, сейчас, наверное, составляется картотека поименно, поадресно всех ментов. Потом завтра это все будет всплывать. На нашей земле мы уже проходим на китайскую территорию, на заводы, например, в Атранской области. Там просто так не пройдешь. У них есть такие бумажки, растаможка называется. Через эту растаможку мы проходим на китайскую территорию. Они уже считают эту территорию Атранской области своим, китайской. Там работают одни китайцы. Он миллион 250 получает, китайцы. А наш работяга получает 150. Вот представляете, сколько китайцев уже там. И потихоньку, потихоньку, эти китайцы не только там, но в козлах где. Они в Ахтаву. Вот гражданский активист здоровается с милиционером, знакомым. Видите, насколько он гражданский активист. Это даже не пресса, он вообще непонятно. Без ничего был. Ну, Семский у нас еще более-менее молодцы, менты. Хоть с понятиями. Давайте выразим соболезнования семье Дулата Агадзила. Это настоящий батыр, который положил, как сказать, жизнь за будущее Казахстана, за нас, за наших детей. Говорил только правду. Таких, как Дулата Агадзила, нету. Иван Дувосин. У нас таких мало. К сожалению, большинство людей трусит. Это Сандир Турхабосин. Отец шестерых детей. Семь даже, у него один приемный ребенок. Да. И соболезнования. Вот власть, это такой беспредел по отношению к нему, по отношению к нам, казахам, по отношению вообще к казахстанцам. Ко всем гражданам. Да, ко всем именно. Это, можно сказать, беспредел. И все идет это от Назарбаева. Только от него. От него. Потому что пока он в власти, у нас никогда не будет порядка. Я вам хочу сказать. Моя фамилия Кюлюбаев, Марат. Можете в фейсбуке найти меня. Республика семей на футболке. Сзади президент республики. Поэтому я специально в свой гражданский долг пришел сюда на площадь выразить самые на пенсии. Пенсионер. Хочу сказать, что побольше вот так надо собираться нам, семьячанам, и быть сплоченными. Все равно долго не быть этой власти. Она уже изжила себя. Теперь только за нами. Так что, Аллах, Казахстан. Боя, Аллах. На аминь. Да, мы вот тоже присоединяемся. Глубокое соболезнование. Вы знаете, гражданское общество складывается из вот таких вот людей. Если каждый из нас будет выходить смело, открыто, говорить о своем, о своей позиции гражданской. Открыто, честно и прямо. Я думаю, общество тогда очень сильно изменится. Но люди не должны бояться. Ясик Ханов Аскар Амканович, житель Семипалатинска. Я хочу сказать, что уже китайцы на нашей территории полностью уже захватили. Все экономические наши ресурсы, они уже захватили. Сейчас мы полностью находимся... Да, это хориспонент, Иван. Ну, это который мне. Каждый берет, я сегодня. Как Вы знаели, Акиматаш, что вы знаете. Да. Он, он, как вы знаете. Каждый берет. Как вы начинаете с ними? Сырақтар? Сырақтар. Сырақтар, которые были украшением. Китайцы, которые были украинцами. Я говорю, какие они? Они сомнались в Казахстане. В Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае. Какие дети? В Китае, в Китае. Теперь, у них работники 1100-х годов. А что вы вы найдете лицо? Да? Вы найдете лицо? Вы найдете лицо? Или мы не мужчины? 150-180 тысяч. Почему? Потому что... Акпарат, в Китае, в Китае, в Китае. В Китае, в Китае, в Китае. Мужчины, например, вы найдете лицо зеленых полицей. Мужчины, вы найдете лицо зеленых мест? Мы не имеем права, но мы не имеем права, но мы не имеем права. Мы не имеем права, но мы не имеем права, но мы не имеем права. Мы имеем права, но мы имеем права. Мы имеем права, но мы имеем права, но мы имеем права. Мы имеем права.